Друзья, всем добрый вечер! Обо всем самым интересным, необычным и забавным, что произошло в сети прямо сейчас в программе INET. В сегодняшнем выпуске узнаете, как заплатить за один билет на аттракцион, а попасть на два. Убедитесь, что спасти от сгущенки медведя может только выстрел, а еще покажем, как правильно встречать родственников в аэропорту. Наверняка у всех из нас есть любимая бабуля, та, которая и пирожками накормит, и за жизнь поговорит, и баночку варенья с собой упакует. А если у бабули еще и с чувством юмора все в порядке, то тогда ей вообще цены нет. Как думаете, что делают эти два динозавра в аэропорту? Конечно же, встречают свою бабулю. Двое молодых людей устроили розыгрыш для своей любимой родственницы, переоделись и отправились на рандеву. Но бабуля была предупреждена, а раз предупреждена, значит вооружена таким же костюмом. Как нам кажется, более эпичной встречи просто не существует. Прекрасно, когда вся семья на одной волне. А вот здесь уже совсем другой уровень. Ведь давно известно, что только лучший друг сможет протролить так, что вроде и обидно. С другой стороны, кто еще будет над вами издеваться без последствий? Один сидит на диете, второй, конечно же, пришел его поддержать. Но предусмотрительно обезопасил себя дверью. Да, и действительно, почему если один худеет, другие должны страдать? Игромания. Шутка опасная и непредсказуемая. И часто приводит к тому, что на кон поставлено самое дорогое. Этот горе папаша умудрился проиграть всех своих детей. Но ведь домой-то без них никак нельзя, жена не поймет. Поэтому что? Правильно, нужно отыгрываться. И тут удача наконец-то ему улыбнулась. Скоро вся малышня оказывается в нужном тазике. Но самое главное, вовремя остановиться. С этим наш любитель острых ощущений тоже справился на отлично. Надеемся, в следующий раз будет думать перед тем, как играть. Хотите узнать, как всего за пару минут посмотреть короткометражки всех жанров, чтобы были и захватывающая погоня. И комедия, и хоррор, и триллер, и даже драма. Вот вам наша подборка видео о том, что случилось на дорогах. Пятеро подростков не придумали ничего умнее, чем взять без спроса, разумеется, болотоход и отправиться рассекать по деревне. Гонкой увлеклись настолько, что пришлось вызывать сражей порядка. Те примчались, и зрелище стало намного интереснее. Даже потеря штурмана не остановила стритрейсеров. Как ни странно, после таких покатушек все остались живы. На рулевого составили протокол за вождение бесправ, на его отца за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Кажется, кое-кто еще очень нескоро сможет сесть. И не только за руль. На каждого хитрого обочечника всегда найдется соблюдающий правила манипулятор. Ехался спокойно, никого не трогал, но ДТП избежать не удалось. Кто не прав, совершенно понятно. Опытные пешеходы знают, что даже на зебре не нужно тормозить, а переходить дорогу быстро. Желательно очень быстро, потому что водители бывают непредсказуемыми и не всегда считают нужным следить за дорогой. Но здесь просто сюр какой-то. Пустая дорога, один пешеход. Как его можно не заметить? Но, видимо, можно. Надеемся, что серьезной никто не пострадал. Угадайте, что делает эта Автоледи. Ага, именно. Она заклеивает номера на машине, которая на минуточку стоит несколько миллионов рублей. И все для того, чтобы не платить за парковку. Но, с другой стороны, все правильно. Если бы она сорила деньгами, никогда бы на такую машину и не накопила. Только посмотрите, какая прелесть. Оп! И как в Тетрисе. Почти идеально ровный ряд. Первоуральски знают толк в быстрой езде. Правых и виноватых, разумеется, будут определять сотрудники ГИБДД. И снова Первоуральск. Вообще, водителей понять можно. Шлагбаум на железнодорожном переезде на Ватутино закрывается раз в сто пятьсот лет. И к тому, что это может случиться, вот так неожиданно автолюбители не привыкли. Но оно случилось. И если водитель легковушки был более внимателен и вовремя сдал назад, то вот газелист так не смог. А когда понял, в чем дело, накосячил еще больше. Зато в следующий раз будет умнее. Если права не заберут, конечно. Иногда в нашей жизни случаются неприятности, что в принципе закономерно. Не может же всегда вести. Но бывает, что ситуация выходит из-под контроля. И тогда без посторонней помощи просто не обойтись. Посетителям парка аттракционов в Волгограде очень не повезло. Они хотели покататься на колесе обозрения, но попали в ловушку. Механизм оказался неисправен, поэтому 25 человек просто зависли. Запустить чертово колесо не получилось. Поэтому эвакуировать людей пришлось спасателям. В итоге всех спустили на землю. Но осадочек-то остался. Но одно дело застрять на колесе. И совсем другое, когда во рту застряла банка сгущенки. А ты белый медведь. И помощи особо ждать неоткуда. Только если самому попросить ее у людей. За злоключениями этого медведя следил, наверное, весь мир. Косолапый раздобыл где-то банку сгущенки. Но все пошло совсем не так, как планировалось. Мишутке зажало язык. Да так, что сам он освободиться не смог. И люди, которые находились рядом, помочь не смогли тоже. Но нет у них опыта доставать жестянки изо рта белых медведей. Поэтому пришлось вызывать специалиста аж из Москвы. Тот, как волшебник, прилетел на вертолете, одним выстрелом усыпил мохнатого и ловко извлек коварную банку. Думаем, косолапый урок усвоил. Их сгущенки охладел. И еще один неравнодушный герой в нашей подборке. Каким-то чудесным чудом водитель-экскаватор разглядел в куче грязи маленького олененка. Заботливо подцепил бедолагу ковшом и вытащил из ловушки. Как же нам нравится, когда все заканчивается хорошо. Обычно собаки нужны для того, чтобы приносить уток охотникам. А не спасать их. Но тут необычно. Маленький утенок решил, что он уже достаточно подрос и может плавать самостоятельно. Но ошибся и начал тонуть. На помощь и подоспел этот лохматый Бэтмен. Подхватил малыша и вытащил из воды. В дикой природе не до шуток. Там, как известно, побеждает сильнейший. В данном случае сильнейшими возомнили себя вот эти ребята. Четверо на одного. Как-то нечестно. Но кто бы мог подумать, что на помощь пингвинчику подоспеет отряд боевых уток. Они ловко прогнали хищников, оставив их без столь желанного обеда. И спасли малыша. Мда. Иногда с утками лучше не спорить. Непредсказуемые они. Здесь совершенно дичайшая по сюжету история. Какой-то, мягко говоря, не совсем адекватный товарищ. Выхватил из коляски 6-месячного младенца. Побежал с ним по проезжей части и кинулся на капот автомобиля. Буйного мужчину задержали очевидцы. Скрутили и передали полицейским. Дальше еще интереснее. Свой поступок злоумышленник объяснил тем, что хочет в тюрьму. Собственно, своей цели он почти достиг. Возбуждено уголовное дело по статье покушения на убийство. А маму с малышом увезли на скорой помощи. У ребенка диагностировали ушибы мягких тканей. Но ничего серьезного. Скоро их отпустили домой. Сходили, блин, за хлебушком. Сегодня в нашей рубрике «Без комментариев» покажем вам самого необычного майского жука. Увидите, что бывает, когда очень, очень, очень сильно устал. Узнайте верный способ убрать пыль в самых труднодоступных местах. И, конечно же, посмотрите еще много прикольных видео. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!